Альбина снова поймала себя на мысли, что ей не хочется идти домой. С тех пор, как женился сын и покинул их семейное гнездышко, в душе образовалась зияющая пустота и вселенское одиночество. Там все напоминало о нем и вызывало тоску. Но не будешь же ночевать на работе. Альбина со вздохом выключила компьютер, аккуратно сложила бумаги и убрала в стол. Впереди выходные, которые нужно как-то пережить. В последнее время они просто невыносимы. Муж Николай давно стал чужим человеком, просто соседом по квартире, потому что нет возможности полноценно поделить жилплощадь. Правда, у них была договоренность, что как только сын съедет, они начнут думать, как им разъехаться. Но почему-то все откладывалось. Муж сразу заявил, что его и так все устраивает. А кому не нравится, тот пусть и ищет варианты. В понедельник займусь разводом и разменом. Верда решила женщина. А то и жизнь пройдет в полном унынии и безнадеге. В жизни не появится новое, пока не избавишься от старого. Мысли снова вернулись к мужу. Бывшему мужу, как она его называла про себя. Случилось это лет десять назад. Альбина попала в больницу с аппендицитом. Сыну Мишке было двенадцать лет. Вроде уже взрослый и все равно ребенок. Как вы там без меня? Спрашивала она у мужа с беспокойством, зная, что кроме яичницы, пельменей и роллтона он ничего не умеет готовить. Да нормально, успокоил ее Николай. Нам вчера Люся целый котелок плова принесла. Люся? Ну да, Люся, соседка, смыкнул он. Сказала, что она и так в неоплатном долгу передо мной. Хотя бы так внести свою лепту. Альбину немного царапнуло сие известие. Она сразу вспомнила громогласную и разбитную Люсю, у которой вечно что-то ломается в доме. То проводка, то телевизор, то плита, то еще что-нибудь. И она постоянно бежит к ним. Альбинушка, ну выручи, отпусти Николая, что-то чайник забарахлил. И смотрит такими умоляющими и в то же время озорными глазами. Альбине неудобно отказать. И она всегда сжав волю в кулак, отправляла мужа. Ну что поделаешь, все знали, что он отличный мастер по электрическим приборам. Все соседи этим и пользовались. А Люська так больше всех. Перекусывает она провода, что ли? Когда через две недели Альбина вернулась домой, ей показалось, что с мужем что-то неладное. «У тебя какие-то неприятности?» – спросила она. «Да нет», – замялся он. «Просто устал». А через два дня все разъяснилось. Люся позвонила в дверь и протянула ей носки ее мужа. «Вот, возьми, твой забыл». Остолбеневшая Альбина молча взяла носки. «То есть, как забыл?» – прошептала она, потому что горло сразу же перехватило. «Ну что тебе объяснять нужно?» – грубо перебила ее Люська. «Глупая совсем? Не понимаешь?» И, дернув плечом, она развернулась и ушла в свою квартиру. Вечером Альбина закатила мужу истерику. Он отпираться и оправдываться не стал, а только пробормотал. «Прости, сам не знаю, как это произошло». Альбина подала на развод на следующий же день. Муж в суд не пришел. «У нас еще ребенок не вырос», – заявил он. «Почему он должен страдать из-за наших глупостей? Вот вырастет, тогда и разведемся. Будем жить в разных комнатах, а сыну объясним, что я начал храпеть, а ты уснуть не можешь». На том и порешили. Отряхнувшись от воспоминаний, Альбина уже надела куртку, чтобы идти домой, когда вдруг зазвонил телефон. «Подружка, приезжай ко мне на дачу на выходные», – зажурчала трубка голосом лучшей подруги Симы. «Я дома одна, мои на рыбалку двинули на все выходные, а мы с тобой, мы с тобой девичник устроим». «Даже не знаю», – неуверенно протянула Альбина. «Как-то неожиданно». «Да я вообще люблю спонтанность», – весело отозвала Сима и перешла на заговорщический шепот. «Я тебя с соседом по даче познакомлю. Отпадный мужик, в разводе, золотые руки. Не мужик, а мечта». В голосе Симы промелькнули восторженные нотки, и Альбина рассмеялась. «Ну, прямо мечта?» «А что ты смеешься? Не веришь, что ли?», – обиженно протянула Серафима. «Я тебя когда обманывала?» «Да дело не в этом», – усмехнулась Альбина. «Просто у нас вкусы в этом отношении разные». «Ну, не знаю», – фыркнула Сима. «Мне кажется, к нему нельзя остаться равнодушной. Была бы я свободной, сама бы его закадрила. Ну ладно, не захочешь, не будем знакомиться. Только приезжай». «Да я еще на работе, задержалась немного». Все еще сомневалась Альбина. «Может, завтра?» «Да что откладывать? Домашняя одежда у меня есть, мы одной комплекции. Забыла, что ли? В общаге одно платье на двоих носили. Подружка, я так соскучилась». «Ну хорошо», – сдалась Альбина. «Диктуй адрес». «Молодец», – обрадовалась подруга. «Бери такси и выдвигайся». «Ну вот, и домой уже не нужно». Альбина облегченно вздохнула и набрала номер такси. Через пять минут она уже неслась по трассе за город, вовсю прыть. «Бывшему позвоню, когда приеду», – мелькнула мысль. «Хотя вряд ли он заметит мое отсутствие». Серафима долго пищала, выражая свой восторг и обнимая подругу. «Наконец-то ты вырвалась из своего добровольного плена», – восклицала она. «Вообще тебя не понимаю. Как можно жить бок о бок с человеком, который тебя предал?» «Ну ладно, Сим, не начинай», – поморщилась, как от боли Альбина. «Любишь ты на больную мозоль наступать». «Ну ладно, прости, прости», – похлопала себя по губам Симка. «Ну вот такая я несдержанная». «К твоему сведению, я решила, что именно в понедельник пойду подавать на развод и начну думать о размене квартиры». «Вот и молодец», – откликнулась подруга. «Это ярмо давно пора уже скинуть». «Но ты же знаешь, что Мишка обожает отца даже больше меня. Он им гордится, уважает безмерно. Я даже не представляю, что я ему скажу. Как объясню наш развод. Правду, не смогу сказать. Короче, голова кругом. Решить-то я решила, а причину так и не придумала». «Ну не знаю, скажи банальное, не сошли с характером». «Ага, 25 лет сходились, а тут бац и не сошлись». «А что, и так бывает», – загорячилась Сима. «У меня на работе коллега рассказывает, что раньше жили с мужем нормально, пока дети были рядом. А вот как дети разлетелись, так сразу и скандалы. Какое-то неприятие друг друга, неприязнь. Как будто кто-то сглазил. Раньше хоть дети их сплачивали, совместные заботы. А тут сразу резко обозначилось, какие разные у них интересы и цели. Стали раздражать друг друга». «О, вот так и объясни, Мишке. Стали раздражать друг друга после твоего отъезда». «Ну да, чтобы парень себя виноватым почувствовал. Скажешь тоже», – усмехнулась Альбина. «Не буду я его приплетать. Скажу просто. Разлюбили друг друга. Так бывает на склоне лет, интересы разные. Вот так и скажу. Ну все, хватит об этом. Подумаем об этом завтра. Нет, в воскресенье вечером лучше». «И правильно. А теперь пошли мою дачу оценивать. Ты ведь еще ни разу не соизволила сюда приехать, как мы ее купили. А мы уже второй год здесь». «Ну я же обещала к пенсии тебя навестить», – шутливо ответила Альбинка. «Видишь, вот даже раньше обещание выполнила». И повеселев, подруги направились в беседку. «У меня крылышки маринуются», – потерла руки Серафима. «Сейчас мангал разожжем и пировать будем. А пока я тебе покажу наш огород и домик». «Вечер добрый». Вдруг раздался неподалеку басистый мужской голос. Подруги, как по команде, сразу повернули туда головы. Там за сеткой стоял высокий мужчина в камуфляжной форме и такой же кепке. И с интересом на них посматривал. «О, Аркадий, добрый вечер», – обрадовалась Сима. «Как поживаете?» «Да ничего, поживаю. Вот с рыбалки вернулся. Могу рыбкой угостить. Держите». И он перекинул через забор целый пакет больших судаков. Альбина, стоящая ближе, чуть не уронила его, принимая. «Ого, тяжелые». Улыбнулась она, выпрямляясь. «Спасибо. Меня Аркадий зовут». Серьезно, без тени улыбки отрекомендовался сосед, не сводя глаз Альбины. «Альбина». «Аркадий, а вы приходите к нам». Тут же подхватила Серафима, незаметно толкая в бок подругу. «Мы сейчас крылышки барбекю забацаем. Можем уху сварить». «Сейчас», – кивнул Аркадий. «Только умойсь и переоденусь. Но чур уху я буду готовить. Не женское это дело». «Мы согласны». Радостно захлопала в ладоши Сима. Аркадий солидно кивнул головой и направился в дом. «Вот, я же тебе говорила», – восторженно зашептала Симка, кивая головой в сторону соседа. «Какой мужик, а?» «Да я не разглядела». Альбина неопределенно пожала плечами. «Неудобно было рассматривать». «Это он на тебя клюнул», – радостно тарахтела подруга. «Еще ни разу нам рыбу не предлагал. Да мы и не общались как-то. А теперь видишь, вот». И она с радостным нетерпением подняла пакет. «А откуда же ты знаешь, что он в разводе, если не общались?» – усмехнулась Альбина. «Да слышала от соседки. Она всё про всех знает. Ну всё, идём готовить, а то не успеем». «Сима, только я тебя очень попрошу». Альбина нахмурилась. «Только не надо меня откровенно сватать, иначе я сразу же уеду. Ты меня знаешь». «Да ты что? Да когда такое было?» – загорячилась Симка. «Ага, кто бы говорил». С усмешкой перебила её подруга. «Ты же себе не слышишь. Начинаешь таковать, как глухарь, и всегда переусердствуешь». «Ох, лучше бы он не приходил. Что-то мне не по себе», вздохнула Альбина. «Да перестань себя накручивать. Обещаю, и слова не скажу». Серафима слегка шлёпнула её по плечу. «Да мне кажется, моё вмешательство будет излишним. Он и так с тебя глаз не сводил». «Скажешь тоже». Пыркнула Альбина, но ей стало приятно. «Со стороны виднее». Отрезала Сима и подвинула подруге чашку с намытыми овощами и зеленью. «Бери нож и делай салат, а я за курицу примусь. Вернее, за её крылышки». Аркадий пришёл через 20 минут. В светлой рубашке с короткими рукавами и бежевых бриджах. Загорелый, широкоплечий, он был по-мужски очень хорош собой. У Альбины даже голова закружилась, когда увидела его. С первого взгляда в камуфляжном костюме он показался грузным и тяжеловатым. А сейчас, благодаря лёгкой одежде, выглядел накачанным и в то же время стройным. «Ого!» – невольно подумала Альбина. «Ничего себе, какие мужики водятся в эдакой глухомане!» «Принимайте ещё гостинцы!» – весело сказал Аркадий. «А что это?» – поинтересовала Серафима. «Наливка из чёрной смородины, фирменная. Продукция из собственного сада, изготовленная собственными руками. А зачем так много? Нас же всего трое». «Да она как компот, только сердце веселит и тело приятно расслабляет», – успокоил её Аркадий. «Давайте бокалы». Сима подала ему бокалы, и сосед тут же их щедро наполнил до краёв. «Ну, за знакомство!» – поднял он бокал и поочерёдно чокнулся с обеими женщинами. Потом с удовольствием выпил. «Эх, хорошо-то как!» – Альбина сделала несколько осторожных глотков. «Действительно вкусно!» – удивилась она, чувствуя приятное тепло, разливающееся по телу. «Ну я же не буду вас угощать всякой фигнёй!» – удовлетворённо кивнул Аркадий. «Не бойтесь, выпейте ещё! Она усталость хорошо снимает!» «Фантастика!» – улыбнулась Альбина, чувствуя, как растворяется вся накопившаяся усталость. «Вы просто волшебник!» Вскоре они весело хлопотали в беседке. На мангале жарились крылышки, а в котелке булькала уха. Головокружительный запах разнёсся на всю округу. Когда они наконец-то сели за стол, Альбине показалось, что вкуснее этих блюд она ничего не ела. И вообще, она давно уже не чувствовала себя такой лёгкой и счастливой, как в этот вечер. Солнце давно скрылось за горизонт, слегка освещая всё вокруг нежно-розовыми закатными лучами. Медленно надвигались мягкие сумерки, принося долгожданную прохладу и вместе с ними комаров. Предусмотрительный Аркадий принёс какую-то чудесную свечу, отгоняющую комаров своим ароматом от их уютного столика. К тому же, свеча создавала романтический полумрак. Он сидел напротив Альбины, без конца рассказывал свои рыбацкие и охотничьи байки и не сводил с неё жгучих глаз, а её сердце трепетало и порхало бабочкой, как в забытой юности. Это были волшебные мгновения. Хотелось, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. «Ну вот видишь, как всё здорово складывается!» Улучив момент, шепнула ей на ухо Сима. «Хорошо, что ты приехала!» «Да, замечательно!» Серафима, дав слово, вела себя очень сдержанно, смеялась над шутками. Альбина окончательно успокоилась, почти совсем расслабилась. И вдруг... «Скажите, Аркадий, а у вас есть жена, дети?» Всё-таки не выдержала Сима и на суровый взгляд подруги немного виновата ответила. «Ну мы должны это знать!» «Есть, но мы с ней в разводе!» Сдержанно ответил Аркадий и перевёл свой взгляд на Альбину. «А иначе... Иначе я бы сюда не пришёл!» «А почему вы развелись?» Продолжала неугомонная Серафима, избегая негодующего взгляда подруги. «Не отвечайте, вы не обязаны отчитываться!» Вмешалась Альбина, посылая Серафиме отчаянные сигналы глазами. «Господи, ну когда она уже угомонится?» «А что я такого спросила?» У Серафимы был совершенно невинный взгляд. Аркадий налил себе полный бокал наливки, залпом выпил, взял свежий огурец, с хрустом его надкусил, потом решительно обернулся к женщинам и с вызовом произнёс. «А она мне изменила!» Сердце Альбины болезненно сжалось и как-то тревожно забилось. «О, а у нашей Альбины та же история!» Вдруг выпалила беспардонная Серафима и, поймав молнию из глаз подруги, тут же осеклась. «Сима!» Голос Альбины задрожал. «Ну почему у тебя язык всегда работает быстрее головы?» «Ну а что здесь такого?» Сима обиженно поджала губы и для храбрости тоже налила себе наливки. «Нельзя в себе постоянно носить проблемы. Нужно их проговаривать, тогда легче будет. Мне так психолог советовал». «Позволь мне самой решать, где и кому это проговаривать!» Гневно перебила её Альбина плеснула себе наливки и решительно выпила. И вправду помогает. Сразу такая расслабуха и абсолютно фиолетово, что про неё думает вот этот вот мачо. «Девочки, не ссорьтесь!» Аркадий всё это время внимательно смотрел на женщин, потом махнул рукой. «А я и не собирался ничего скрывать. Ну не повезло мне, стервой жена оказалась. Зато дочь мне родила. Вот только теперь переживаю, как бы по стопам матери не пошла. Ну а ещё плюс. На дачу перебрался жить. У тёщи отсудил. Вашим соседом стал, хоть и по неволе». Он немного помолчал, потом повернулся к Альбине. «Ну и мудак твой бывший! Как можно изменять такой женщине, как ты?» Вдруг перешёл он на «ты» и взял Альбину за руку. «Да нет, он просто идиот». Эту ночь подруги проводив соседа, почти не сомкнули глаз. «Ну как тебе он? Правда же классный?» Шопотом поинтересовалась Сима, словно сосед мог стоять под окном и подслушивать. «Даже не знаю!» Задумчиво отозвалась Альбина. «Вначале как увидела, так ух, аж сердце замерло, хорош. И потом, когда хлопотал с ухой, без такой деловой, приятно посмотреть. А потом…» «А что потом?» С недоумением перебила её Сима. «По-моему, он со всех сторон хорош». «А мне не понравилось, как он отозвался о своей бывшей жене, стерва её назвал». «Ну а что, если это правда?» – загорячилась Сима. «Как можно изменить такому мужчине?» «Как бы там ни было…» – упрямо продолжала Альбина. «Она мать его ребёнка. И так неуважительно и грубо отзываться о жене, хоть и бывшей. А ещё он сказал, что дачу у тёщи отсудил. Тоже меня покоробило». «Ну знаешь…» – возмутилась Сима. «Ему же нужно где-то жить после развода. Не придирайся так сильно. Он тебе почти в любви объяснился, как он на тебя смотрел». «Ну да…» – согласилась Альбина. «Даже мурашки побежали. Но всё равно, после его откровений, не могу избавиться от какого-то неприятного чувства. Я слышала, что абьюзеры себя так ведут. После расставания с женщиной поливают её грязью». «Знаю я такую пару. Это просто ужас. Брррр…» – невольно передёрнула она плечами. «Не выдумывай. Совсем он не похож на такой типаж». Голос у Симы обиженно дрогнул. «Очень милый мужчина. Это просто обида в нём говорит». «Ну так держи свою обиду при себе. Зачем выставлять её на показ, особенно женщинам? Не по-мужски как-то. Не представляю, чтобы мой бывший так меня оскорблял при посторонних людях, даже если бы я изменила ему». «Это ты слишком благородная», – смыкнула Сима. «Даже мне не позволяешь его козлом назвать. Хотя он самый настоящий козёл». «Сим, не начинай. Кому от этого легче? Всё-таки он…» «Отец твоего ребёнка», – торжественно закончила за неё фразу Серафима. «Удивляюсь я тебе, дорогая. До сих пор его защищаешь. Хотя, может, за это я тебя и люблю». «Я тебя тоже люблю, хоть ты и бестактная временами». Голос у Альбины потеплел. «Прости за откровенность». «За что прощать? Я знаю свои недостатки. А тебя ценю ещё за то, что ты в глаза всё что угодно выскажешь, а другому скажешь, что я самая лучшая и не позволишь обо мне плохого говорить. Это и есть настоящая дружба». «Спасибо, дорогая», – расчувствовалась Альбинка. «Я хоть и сержусь на тебя иногда, но знаю, что ты ради меня на всё готова. Вот только заносит тебя иногда». «Ну прости, но я исправлюсь», – как-то по-детски трогательно протянула Сима. «Да ты неисправима», – засмеялась подруга. «Особенно, когда дело касается сватовства. Тоже мне ханума нашлась». И подруги весело рассмеялись. «Ну всё, спать. А то завтра дрыхнуть будем весь день и проспимся на свете». Но уже в восемь утра их разбудил громкий стук в окно. Альбина, спавшая у окна, с трудом разлепила глаза и отдёрнула шторину. Приоткрытое окошко им приветливо махал Аркадий. «Спите ещё», – зарокотал он весело. «А я вас хотел на прогулку пригласить. На моторной лодке на острова сгонять. Там очень классно». Альбина вопросительно оглянулась на Симу. «Ну что, поедем?» «Я не смогу», – покачала она головой. «Мои скоро с рыбалки вернутся, потеряют меня. А вы съездите». Альбина растерянно перевела взгляд на Аркадия. «Поехали!» – оживился он. «Я тебе такие места покажу». «Ну я даже не знаю». Неуверенно протянула она. «Ну, я тебе даю полчаса на раздумье, а потом загляну снова. Можно не завтракать, я всё с собой возьму». «Ты когда-нибудь завтракала в лодке?» «Нет?» «То-то же». «Ну думай скорее». И Аркадий тут же исчез с поля обозрения. «Даже не знаю, что и делать. Как-то не по себе. Я ведь его совсем не знаю». «О господи, Альбинка, ты как ребёнок!» – засмеялась Сима. «Съезд он тебя, что ли? На насильника вроде не похож». «Ага, только на абьюзера немного», – пыркнула Альбина. «Ну опять ты за своё», – поморщила Сима. «Хотя, может, ты и права. Мы оба его не знаем. Лучше не стоит экспериментировать. Мы и сами отлично проведём день. Жаль, что у Павлика пока нет своей лодки. Он с друзьями уехал. Но ничего, мы скоро тоже купим». Подруги встали, привели себя в порядок и вышли в беседку, чтобы позавтракать. Этот момент из своего дома вышел Аркадий. «Ну так как? Едем!» – крикнул он. С минуту они с Альбиной молча смотрели друг на друга, словно играли в игру, кто кого пересмотрит. «Едем!» – вдруг тряхнула она решительно головой и повернулась к немного ошарашенной Серафиме. «Есть у тебя лишние бриджи и футболка». Через полчаса Альбина уже сидела в лодке в ярко-оранжевом жилете. С удовольствием созерцала окружающие красоты. Себе она приказала ни на что особо не рассчитывать и не надеяться, чтобы потом не разочаровываться, а просто отдыхать, наслаждаться сегодняшним днем. Иногда она ловила на себе мимолетный взгляд Аркадия из-под густых бровей и чувствовала, как трепещет сердце в ответ на эти взгляды. «Какой все-таки мужчина!» – очередной раз подумала Альбина. Глядя на него, сразу выветрились из головы все сомнения, которыми она ночью делилась с подругой. «Ну как можно в такого не влюбиться?» – думала она. «Так, Альбина, спокойствие и только спокойствие!» – пыталась она вразумить гулкобьющееся сердце, только без глупостей. Но оно почему-то не слушалось. Рокод мотора не давал им говорить, и Альбина пыталась отвлечься, зачарованно любое, сверкающее на солнце водной гладью. Спать совершенно не хотелось, несмотря на бессонную ночь. Она была слишком взволнована для этого. Неужели она влюбилась? Но ведь они только вчера познакомились. Разве такое возможно? Внезапно мотор заглох посередине реки. Альбина растерянно оглянулась. «Что-то случилось?» «Нет, я же обещал тебе завтрак в лодке. Держи». И он протянул ей пакет. Альбина осторожно его развернула. Там стоял термос и что-то теплое, завернутое в полотенце. «Ух ты, лепешки!» – восторженно воскликнула она. «Еще теплые. Неужели сам стряпал?» «Конечно. Это мои любимые хачапури с сыром, ленивые. Балую себя иногда на завтрак». «Вот это да!» – восхитилась она. «Что, и тесто сам заводил прямо с утра?» «Сам». Альбина во все глаза смотрела на него. Он все больше и больше ей нравился. Но разве бывают такие на самом деле? Может, он ей приснился?» Аркадий улыбнулся, взял термос и открутил крышку. В ноздри сразу ударил аромат свежесваренного кофе. Альбина потянула носом. «Какой запах!» Аркадий налил кофе в кружку и протянул ей. «А вкусно-то как!» Альбина с наслаждением откусила кусочек хачапури и мечтательно закатила глаза. «Первый раз вижу мужчину, который так вкусно стряпает». «Ничего особенного!» Аркадий пожал плечами. «Долго ли умеючи? А твой не умеет, что ли?» Он с любопытством взглянул на Альбину. «У меня нет моего». Нахмурилась она, всем видом давая понять, что эта тема ей неприятна. Иначе я бы с тобой не поехала. «Да я про бывшего!» Поправился Аркадий. «Ну извини, не обижайся». Они замолчали, продолжив завтрак уже в тишине. Настроение у Альбины слегка подпортилось, но она взяла себя в руки. «А действительно!» – одернула она себе мысленно. «Чего я так реагирую? Ну прямо как ежик. Будь проще, Аля, и люди к тебе потянутся». Позавтракав, он снова завел мотор, и лодка взрывев рванула с места. Вскоре они причалили к берегу небольшого островка, на котором красовалось строение, сплетенное из веток и накрытое брезентом. В глубине получившейся палатки стоял самодельный стол и две лавки. «Ничего себе! Настоящая рыбацкая хижина!» – воскликнула Альбина. «Робинзон бы обзавидовался! Неужели сам сделал?» «Ну а кто же еще?» Аркадий с гордостью окинул взглядом свое строение и принялся разгружать привезенные вещи. «Ты располагайся. Купальник взяла?» «Нет», – покачала головой Альбина. «Я не готовилась к поездке». «Меня что ли боишься?» Аркадий чуть заметно улыбнулся. «Ну и зря! Ты вообще купалась в этом году?» Альбина снова покачала головой. «Нет, я не умею плавать». «Ну да ладно! Я шезлонг захватил. На нем сидеть и лежать можно. Отдыхать!» Он быстро разложил привезенное кресло. «Отдыхай!» «Ну прямо как в фильме «Москва слезам не верит!» Улыбнулась про себя Альбина. «Только друзей не хватает для поддержки!» Она сидела в кресле, смотрела на набегающие волны и на хлопочущего возле костра Аркадия. «Господи, хорошо-то как!» Мелькнула ленивая мысль, и Альбина тут же отрубилась. Бессонная ночь все-таки дала о себе знать. Проснулась она от того, что кто-то гладит ее волосы. Открыла глаза и вздрогнула, увидев близко лицо Аркадия. И глаза у него были такие, что мурашки побежали по телу. Выспалась. Его голос слегка охрип от волнения. «Ты такая красивая во сне!» «Только во сне?» Попробовала пошутить Альбина, приходя в себя. «Не только!» Он потянулся к ней губами, но она невольно отпрянула. «Ну что ты, как от чумного!» Оторопел Аркадий. Он явно не рассчитывал на такую реакцию. «Но мы... мы еще совсем не знакомы!» Пробормотала Альбина, словно оправдываясь. Аркадий хмэкнул и обиженно отодвинулся. «Аль, ну нам же не по семнадцать лет, чтобы не дотрогу из себя строить!» «Ты же поехала со мной!» «Значит, соглашалась!» «На что?» Альбина удивленно уставилась на него. «Ну да, я поехала с тобой, чтобы лучше узнать!» «А что, я должна сразу кинуться тебе на шею на втором свидании?» «А что здесь такого?» Криво усмехнулся Аркадий. «Ну ты скажи еще про букетно-конфетный период!» «Зачем эти условности в наши-то годы?» «Мы уже все это проходили в свое время!» «Зачем к этому снова возвращаться?» «Проще надо относиться к жизни!» «Если мы понравились друг другу, зачем волынку тянуть?» «Я же вижу, что нравлюсь тебе!» «Ты мне тоже! Вот и...» Он взял ее за руку. У Альбины в груди пробежал неприятный холодок, и она быстро одернула руку и встала со своего сиденья. «Ну извини, если не оправдала твоих надежд. Я не согласна без романтических прелюдий. Но вот такая я неправильная!» «Принца что ли ждешь до сих пор?» Пыркнул Аркадий и нервно дернул плечом. «Детский сад какой-то!» Альбина смотрела на него во все глаза. Мелина слетела моментально. Но как ей мог понравиться этот неприятный человек с колючим взглядом и примитивным мышлением? Она даже вздохнула с облегчением. Хорошо, что она поехала. Интуиция ее не подвела. Здесь на отдыхе он раскрылся сразу в полной своей красе, во всей неприглядности. Все решилось легко и быстро и не затянуло ее в омут болезненных отношений, от которых бы потом пришлось долго зализывать раны. Всю дорогу обратно плыли молча, стараясь не смотреть друг на друга. «Но слава богу, вернулась цела и невредима!» – воскликнула с облегчением Серафима, когда подруга вошла в ограду. «А что со мной должно было случиться?» – усмехнулась Альбина. «Ты же еще вчера была в полном восторге от него!» «Да не знаю. Почему-то сегодня, когда ты собралась с ним ехать, мне стало не по себе. И потом все время места себе не находила. Корила себя, что отпустила тебя одну с ним. Но зато теперь я знаю настоящую цену этому человеку!» Вздохнула Альбина и вкратце рассказала о том, что произошло на острове. Сима только ахнула и покачала головой. «А если бы он разозлился? А если бы он оказался неадекватным?» «Ну ты и отчаянная подруга!» «Вовсе нет!» – улыбнулась успокаивающая Альбина. «За свою жизнь я хорошо людей изучила. У такого, как он, репутация на первом месте. У него все под контролем. Зато я узнала его истинную сущность. Да ладно, хватит о нем! Твои-то приехали с рыбалки!» «Ну да, спят в доме. Поймали немного. Так, мелочь, но довольные!» «Я поделилась с Павликом о своих переживаниях, а он успокоил, что сразу утопит соседа, если что. Представляешь?» – смыкнула Сима. «Поговорили, называется!» «Ну да, это уже как минимум утешает. Неотомщенной я бы не осталась!» – улыбнулась в ответ Альбина. Подруги сидели в беседке и тихо разговаривали. Как вдруг тишину нарушил приглушенный женский голос и смех, доносящиеся из соседнего двора. «Ну это!» – насторожилась Альбина, прислушиваясь и всматриваясь. «Да, это соседка Людмила. Ну, я говорила, которая все про всех знает. От нее мы тогда и узнали, что Аркадий в разводе. Смотри-ка! Она, однако, похаживает к Аркадию, хотя вроде замуж вышла недавно». Подруги сидели в беседке за декоративной решеткой, прочно спрятанные от посторонних взглядов. Зато им было хорошо видно все происходящее. «Привет, дорогой!» – раздался радостный голос Людмилы, и на глазах изумленных подруг она повисла на шею у Аркадия. «Ты где пропадал сегодня? Я к тебе заглядывала!» Аркадий стрельнул быстрым взглядом в сторону соседской ограды и, никого не увидев, все же немного отстранил от себя женщину. «Люся, я же тебя просил сюда днем не приходить. Поосмотрительнее будь. Ты ведь вроде замужем, да и я человек свободный. Зачем нам лишние пересуды?» «Ой, Аркашенька, я же соскучилась. Вчера ты просил не приходить, а сегодня я уже не выдержала. А что ты не в духе сегодня? Что-то случилось?» «Все в порядке!» – глухо пробурчал Аркадий, разбирая лодку. «Вот это фрукт!» – не выдержала Сима и укоризненно покачала головой. «Да у него женщина, оказывается, воз и маленькая тележка, а я-то думала. А еще жену обвиняет в измене. Как хорошо, Альбин, что ты его вовремя раскусила!» Она оглянулась на подругу и увидела, как та побледнела и напряглась. «Что с тобой?» – стревожила Сима. «Неужели ты успела в него влюбиться? Вот негодяй!» «Да при чем здесь это?» – пробормотала Альбина, не сводя глаз женщины за оградой. «Это же та самая Люська, из-за которой мы с Николаем расстались. Нигде нет от нее спасения!» «Вот это да!» – ахнула подруга. «Вот негодница, везде успевает!» Альбина громко кашляну вышла из беседки. Влюбленная парочка сразу замерла на месте, затравленно оглянувшись. «Здравствуй, Люся!» – весело поздоровалась с ней Альбина. «Я вижу, ты зря время не теряешь, ни одного мужика мимо не пропустишь!» «Да я просто по-соседски сюда заглянула!» – пролепетала Людмила, подальше отодвигаясь от Аркадия. «За солью забежала, рыбу не о чем посолить!» «Да я все видела и слышала, можешь не оправдываться! Вот сюрприз будет Славику!» «Я вот удивляюсь, зачем таким, как ты, замуж выходить? Ведь для тебя чужие мужчины все равно интереснее!» «Ну а вы, Аркадий!» – с усмешкой перевела Альбина взгляд на пунцового мужчину. «Вы еще и жену в неверности обвиняли, но, сдается мне, свои грехи на нее переложили!» Она звонко рассмеялась. «А я еще виноватой себя чувствовала, что человека зря обидела! Спасибо вам, Аркадий, что церемониться со мной не стали! Да и зачем, когда у вас очередь!» Высказав, что накипела на душе ошарашенным соседям, Альбина снова нырнула в беседку, словно ее здесь и не было. «Ну ты, подруга, даешь! Крутая!» – усмехнулась Сима и выглянула сквозь решетку. «Аркадий вон до сих пор в себя прийти не может! А Людмила как ошпаренная вылетела из ограды!» «Извини, не удержалась!» Альбина виновата прижалась лбом к плечу подруги. «Вот с соседями, возможно сказать, рассорила!» «Не волнуйся об этом! Мы с ними особо и не общались! А после этого вообще буду их десятой дорогой обходить! Лучше подальше от таких держаться!» Сима успокаивающе обняла подругу. «Это ты, извини, что все так вышло! Я виновата! Некудышняя из меня Ханума оказалась! Не умею я в людях разбираться!» «Да ты тут ни при чем! Таких, как Аркадий, сразу не поймешь! С первого взгляда они кажутся идеальными! Вот он тебя и очаровал!» «Накоб не глубже, такое полезет, что будешь не рад! Но зато мы вовремя все узнали, и это радует!» «Знаешь, я уже лет десять живу, как замороженная! И мне вдруг так жить захотелось! Для себя жить! И без мужчин можно быть счастливой! У меня столько планов на жизнь появилось! Завтра же сделаю первый шаг! Подам на развод и поговорю с сыном! Хочу свободы от всего, что меня сковывало столько лет!» «Так ты его и не простила?» «С сочувствием спросила Сима! Ведь Николай такой хороший парень был пока!» «Вот именно, был!» «Решительно перебила ее Альбина! Все давно умерла! Пора похоронить! Сколько можно жить в руинах? Я уже решила бесповоротно! Завтра начинаю новую жизнь!» «Ну и правильно! Ну и молодец!» Вздохнула с облегчением Сима. «Пора выбираться на свет! Я тебя полностью поддерживаю! Ты еще встретишь настоящего мужчину! После сорока пяти жизнь только начинается!» «Ой, Сима, я тебя умоляю!» Насмешливо закатила глаза Альбина. «Где они, эти настоящие мужчины? Давно перевелись! Ты только что наблюдала, в кого они превращаются при малейшем рассмотрении поближе! А если и есть какой процент, все они давно разобраны! Охраняются под строжайшим надзором! Шаг влево, шаг вправо! Ну а дальше ты знаешь!» И подруги весело расхохотались. «Но я все равно не пойму твоего Николая!» – покачала головой Сима. «Ведь он неплохой мужик, хоть и козел, конечно, но почему-то сидит возле тебя и разводиться не намерен! Неужели до сих пор любит и надеется на твое прощение?» «Сима, ну я тебя умоляю!» – снова воскликнула Альбина, комически закатив глаза. «Да он просто ленится! Ему так удобно! Кругом чисто, уютно, только свою комнату прибери и живи дальше в свое удовольствие! Никто тебя не беспокоит!» «Он тоже меня не сильно раздражает! Я к нему привыкла, как к родственнику! Даже переживаю, если он где-то задержится! Но это… Это именно родственные чувства, как к брату!» Поспешно добавила она, поймав многозначительный взгляд Симы. «Не надо питать иллюзий! Тем более, иногда так накатит, что видеть его не могу! Домой не хочется возвращаться, вот как вчера! Я его давно простила, а теперь прошла пора отпустить окончательно! Вот в понедельник этим и займусь!» «А теперь, подружка, пора мне домой! Отдохнула у тебя, даже развлеклась!» Усмехнулась Альбина и снова обнялась Симу. «Надо вызывать такси!» «Ну ты же до воскресенья собиралась!» «Нет, не могу!» – вздохнула подруга. «Твой сосед будет мелькать перед глазами, как-то не по себе! Пусть уж лучше Николай мелькает, он привычнее!» Машину пришлось ждать долго. Несколько раз перезванивали диспетчеру. Им три раза меняли машину, потому что заказ кто-то перехватывал. Наконец-то приехал старенький Пежо, беспотрепанный и грязный. «Ну вы и забрались, к чёрту на кулички!» – раздражённо произнёс водитель вместо приветствия. «Кое-как вас нашёл, в какую-то лужу с ямой въехал, кое-как выбрался. Знал бы, ни за что бы не поехал!» «Ну извините!» – попыталась успокоить его Альбина. «Я здесь тоже первый раз в гостях!» Машина с рёвом сорвалась с места. Водитель явно спешил. Поплутав меж узких дачных улочек, он наконец-то вырвался на трассу и понёсся вовсю прыть. Дальнейшее сознание фиксировало обрывочно. Она только успела краем глаза засечь, как её водитель, обгоняя очередной автомобиль, выскочил на встречную полосу, а дальше… Дальше кромешная тьма. Очнулась Альбина только на третий день. Её сразу же накрыла жгучая боль. С трудом разлепив веки, она застонала и тут же услышала знакомый голос. Аленька, слава богу, очнулась. Туман понемногу рассеялся, и Альбина сумела разглядеть встревоженное лицо своего мужа Николая, склонившегося над ней. «Что со мной?» – простонала она. «Где я?» – в больнице, после аварии. Всё снова поплыло перед глазами. Дни потянулись унылой больничной чередой. Скрашивали их только визиты близких людей. Все приходили по очереди. Сима, которая всё переживала, не обиделась ли на неё подруга, сын с женой. Раз в неделю приезжали родители из деревни. Обещали забрать её к себе после выписки. Но Николай категорически заявил, что справится сам, а дома и стены лечат. Муж приходил каждый вечер, садился рядом и что-то рассказывал. Подбадривал или читал с телефона что-нибудь смешное, развлекательное. «Я прочитал, что смех помогает быстрее исцелиться», – говорил он. «Получает биохимические процессы в организме». Альбина слабо улыбалась в ответ. «Спасибо». «Не бойся, я с тобой», – говорил Николай, участливо заглядывая в глаза, и ей становилось легче. Однажды пришла Серафима и заговорщицки блестя глазами сказала ей. «А я ведь у Люськи выпытала кое-что». «Что?» Пришла к ней и припугнула. «Если не расскажешь всю правду про Николая, как ты его соблазнила. Всю мужу твоему расскажу про тебя и Аркадия». Она испугалась и созналась, что чем-то подпоила Николая, когда он приходил ей кофемолку ремонтировать. Он уснул на диванчике, а когда проснулся, принялась его целовать. А он испугался, думал, что всё у них на самом деле произошло. Потом даже с ней не здоровался, говорит, избегал десятой дорогой. «Так у них ничего не было?» Изумилась Альбина, не веря своим ушам. «А почему он мне об этом не сказал прямо?» «Но я же и говорю, он думал, что всё произошло. Вот ведь как хитро подстроила бестия». Серафима возмущённо покрутила головой. Она ведь надеялась, что таким образом его привяжет к себе. А он сбежал и всё. Потом она к тебе сходила, носки его притащила, чтобы улечить. А он тем более её избегать начал. Более того, раз хохоталась довольная Сима, она лишилась бесплатного мастера. В очередной раз, когда у неё что-то сломалось, и она позвала Николая, говорит, он так на неё бешено зыркнул, что она испугалась и больше его никогда не просила. Вот так. Вырыла яму сама себе. «Говорит, что тысячу раз хотела прийти повиниться перед тобой, но духу не хватило. А когда я к ней пришла, она с радостью всё выложила, как на духу. Говорит, устала всё это носить в душе». Альбина потрясённо смотрела на подругу несколько минут, не в силах произнести ни слова, а потом не выдержала и разрыдалась. Заглянувшая медсестра, увидев свою пациентку в таком состоянии, испугалась. «Зачем вы расстраиваете больную?» – напустилась она на Серафиму. «Нет-нет, что вы!» – улыбнулась сквозь слёзы Альбина. «Она не расстраивает. Она наоборот. Такой исцеляющий бальзам мне на душу вылила. Вы даже не представляете». Медсестра с минуту с недоверием смотрела на них. Потом, увидев счастливый блеск в заплаканных глазах пациентки, с облегчением вздохнула. «Ну всё равно, такие потрясения ни к чему. Пожалуйста, будьте бережнее». И поправив постель своей пациентки, она вышла за дверь. «А ведь я собиралась развестись с ним». Пробормотала чуть слышно Альбина. «Неужели эта авария была послана свыше, чтобы остановить меня от необдуманного шага? Ведь столько времени прошло, а я по-настоящему его так и не простила. Считала предателем. И чуть интрижку не закрутила с Аркадием. Слава богу, он не тем оказался. «Сима, спасибо тебе огромное!» Она сжала руку своей преданной подруге. «Ты даже не представляешь, что ты для меня сделала. Для вас обоих». Поправила Сима, утирая потихоньку мокрые от слёз глаза. «Я не знаю. Может, у него уже никаких чувств ко мне не осталось?» – покачала головой Альбина. «Ведь столько времени прошло. Но ведь он каждый день бегает к тебе, как на работу». Не выдержала Сима. «Ты не права, подруга». «Вот именно, как на работу? Может, просто из чувства долга?» «Ну, у тебя есть время это проверить». Тот же вечер сын с невесткой принесли родителям радостную новость. Они скоро станут бабушкой и дедушкой. Альбина снова расплакалась. И снова родственники получили выговор от той же медсестры. «Ну вы поаккуратнее со своими радостями!» – возмутилась она. «Пациентке нельзя так часто волноваться». «А кто тебя уже сегодня успел обрадовать?» – шутливо спросил Николай, когда сын с невесткой оставили их вдвоём. Он взял Альбину за руку, а она в ответ сжала его руку и улыбнулась. «Я тебе потом всё расскажу. Коля, поцелуй меня, как прежде». Николай взволнованно наклонился к жене и порывисто прижался губами. «Аля, Аленька!» – прошептал он горячо. «Любимая, единственная, мне никто не нужен, кроме тебя. Не веришь?» «Верю». Она улыбнулась открытой и счастливой улыбкой. «Наверное, мне тоже никто не нужен, кроме тебя». И снова потянулась к нему губами. Через месяц Альбину выписали из больницы. Она выздоравливала такими быстрыми темпами, что врачи недоумённо качали головами. «Надо же, какой прогресс!» «А что тут удивительного?» Улыбнулась медсестра, та самая. «Видели бы вы, как муж за ней ухаживает. Тут даже без ноги бы побежал на радостях». Через полгода у них родилась внучка Ника. Там и мамины, и папины есть инициалы. Сказал сын Михаил, обнимая их. «Пусть она будет такой же замечательной и счастливой, как вы у меня».